Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 14 февраля. Я сегодня вот нашла несколько минут свободного времени. Хочу ответить на вопросы зрителей канала YouTube, на те, на которые невозможно ответить быстро, в комментариях, в двух словах или как-то... Которым нужны более просторные ответы. Сейчас. Вот смотрите, Наталья Стручковская несколько дней, дня два назад, наверное, спросила, Если я буду рассаду выращивать изначально в неотапливаемой комнате, будет ли это считаться закаливанием? Или все равно мне придется выносить ее на улицу и закаливать еще раз? Я сейчас выскажу свое мнение. Но я всегда говорю, мое мнение это не обязательно вот единственное верное, что вот только так. Но я думаю, все-таки, что закаливания вот в этой комнате будет недостаточно. Смотрите, когда мы закаливаем, что мы хотим получить? К чему, чтобы наши растения привыкли? К прямым солнечным лучам, к яркому солнечному свету, к резкой смене температуры. У вас ведь в комнате одна и та же температура, и даже если она всегда так неотапливаемая, холодненькая, этого недостаточно, потому что там у них стабильность, там все одинаково. На улице у нас погода непредсказуемая. У нас сегодня жарко, тут же ветер. У вас в комнате нет ветра, на улице обязательно ветер. Ветер, солнце, смена погоды. Ко всему к этому должна молодая рассада, перед тем, как вы ее выбросите на постоянное место жительства, она должна привыкнуть. Хотя бы немножко, но все-таки. И вот как раз мне сегодня пришли вот эти вот журналы, кто со мной давно общается в Одноклассниках. Они знают, что я пишу статьи вот на эти темы на огородные, публикую их уже несколько лет. Но сейчас меньше, потому что почему-то меньше времени стало. Я связалась когда с видеороликами на статьи. У меня все... ролик снять проще, чем написать статью. Смотрите, какие красавцы пришли. Новые журналы. И вот в каждом журнале есть моя статья. И как раз вот статью на эту же тему, прошлогоднюю, я нашла. Я сейчас прочитаю. Это не какая-то просто левая статья. Это статья, на которую я имею свое авторское право. Это мой текст, все мое. Просто будет так проще понять. Тут уже все вот так сжато, вся информация. И прочитав эту статью, мы потом с вами еще поговорим. И вы поймете, что именно мы добиваемся вот этим закаливанием. Статья называется «Три правила закаливания рассады». Апрель, май, те месяцы, когда почти все мы начинаем проводить закаливание рассады. И не у всех начинающих огородников она проходит удачно. Закаливание – это очень важная процедура. Чтобы провести ее без ущерба для здоровья растений, необходимо соблюдать некоторые правила. Чаще всего закаливание проходит в несколько этапов и проводят его все по-разному. Кто-то сначала закаливает свои сеянцы, вынося их из квартиры на балкон или на лоджию. А впоследствии эти же растения закаливает еще раз, но уже на улице, перед высадкой в грунт. Некоторые начинают закаливать непосредственно перед высадкой на постоянное место, минуя этап промежуточного закаливания на балконе. Я начинаю закаливание в начале апреля, когда выношу лотки с рассадой из комнаты в теплицу, пристроенную к дому. Потом эти же растения закаливаю повторно, вынося из теплицы на улицу за несколько дней до высадки в грунт. Но как бы мы не закаливали свою рассаду, необходимо знать, что закаливание должно быть обязательно постепенным. Нельзя резко менять привычные для растений условия и выносить рассаду сразу на целый день. В результате такого закаливания почти все растения получат солнечные ожоги и, как следствие, желтые пятна на листьях. Правило первое. Закаливать постепенно. Если вы решили закаливать свои растения на балконе или лоджии, то в течение первых 3-4 дней выносить рассаду необходимо на короткое время от 2 до 4 часов, постепенно увеличивая продолжительность солнечных ванн. Обычно за 3 дня рассада полностью адаптируется к новым условиям и в дальнейшем ее можно будет оставлять на целый день. Правило второе. Растения можно оставлять на всю ночь, если позволяет погода. Но при температуре ниже 8 или 10 градусов растения нужно занести в помещение. Те же самые правила необходимо соблюдать при закаливании рассады на улице. Начинать постепенно, давая возможность растениям привыкнуть к новым условиям содержания, более яркому солнечному свету. Более низкой, чем дома температуре. Если на улице стоит очень теплая солнечная погода, то растения в начале закаливания желательно притянить. Первые дни выносить на несколько часов, через 3-4 дня можно на целый день. И третье правило, о котором забывают некоторые начинающие огородники. Нельзя выносить растения для закаливания с сухим грунтом. Рассада на улице быстро завянет, у нее могут пожелтеть листья. Грунт в стаканчиках и лотках должен быть обязательно влажным. Рассаду, которую закаливают пониженными температурами, не вытягивается. К моменту высадки на постоянное место вы получаете крепкие и выносливые растения, которые дадут вам богатый урожай. Подведем итог. Закаливать постепенно. При температуре ниже 8 градусов растения на ночь на улице не оставлять. Перед закаливанием рассаду нужно поливать. Все. Ольга Чернова, Алтайский край, Курат Биск. Фотоавтора. С этой статьи становится ясно, что мы должны добиться, пусть она у вас даже, я отвечаю, например, Наталье Стручковской, пусть она у вас даже стоит при пониженных температурах, но там нет ни яркого солнца, там нет ни ветра, там нет ни вот этого перепада температур, ко всему этому растения должны быть готовы. Если вы подержите в одной комнате при одних и тех же условиях, потом резко выбросите на улицу на другие условия, это может плохо кончиться. Ожоги термические это обязательно, особенно вот перец, он если на солнце его понемножку, постепенно туда-сюда не повыносить, прям белые пятна сжигаются листья. Все, я надеюсь, ответила не только Наталья Стручковской, но и другим начинающим огородникам, которые поневоле все равно сейчас вот в этот период уже задумываются, как сделать так, чтобы подготовить свою рассаду к высадке на постоянное место, даже те, у кого ее еще нет, уже заранее думают о ее судьбе, чтобы сделать, как бы сделать, чтобы ей было хорошо. Это наша главная цель, дать им то, чего они хотят, уберечь от нашего особенного сибирского сурового климата. С одной стороны уберечь, а с другой стороны приучить к этому климату, чтобы им не было это неожиданностью. Все, до свидания. Сейчас следующий вопрос будет про привикур.